Музыка Если верить цифрам, ситуация налаживается. Впервые за последние несколько лет экономика Португалии покажет рост, а не спад. Но на улицах Лиссабона не все разделяют оптимизм властей. Адриана заведует общественной столовой Морари. Одном из беднейших районов португальской столицы. Это небогатый район. Здесь у людей много проблем. Здесь живет много одиноких пожилых людей. Альвара один из них. Здесь он получает дешевую еду, и это его единственный прием пищи. Я не работаю. У меня нет семьи. Для меня эта кухня единственное хорошее, что случилось из-за кризис. Сюда приходят и старики, и молодежь. За другим столиком сидит студент Элдер. Он не верит, что в будущем что-то значительно изменится. Я беспокоен, потому что сейчас у людей мало возможностей. Если бы не было кризиса, я бы, наверное, работал инженером-химиком. Но португальское правительство заявляет совсем иное. В связи с ростом экспорта и развитием туризма, заместитель премьер-министра сообщил, что страна оправляется от кризиса. Некоторые политические обозреватели поспешили заявить, что меры жесткой экономии успешно сработали. Люди не чувствуют этого подъема, но в макроэкономическом отношении это действительно так. И анализ нашей экономики демонстрирует, что основные показатели улучшились. Но жители таких районов, как Морария, еще не скоро почувствуют это улучшение. Хотя уровень безработицы снизился, он все равно составляет здесь 20%. Ведущий экономический ежедневник страны заявляет, что цифры в заголовках в СМИ вводят в заблуждение. В целом цифры показывают улучшение ситуации. Но большая часть населения почувствует это еще не скоро. Смелая граффити, появившаяся в центре Лиссабона во время кризиса, изображает Португалию марионеткой в руках тройки кредиторов. Скоро страна сможет освободиться. В следующем месяце она выходит из программы финансовой помощи. Но решать социальные проблемы, которые обострились из-за мер жесткой экономии, придется намного дольше. Эндрю Фармер, РТ, Лиссабон.